Когда я прочитала вот эту вот концепцию этого года галереи Александр, что тема вода, я поняла, что я могу собрать такую спорную выставку из нескольких проектов. И... А мне всегда вообще-то нравились такие истории. Это еще в 89-м году, когда я первый раз попала в Швецию, попала на одну выставку. Не помню, сейчас автора. В общем, я попала на выставку, где было все. И рисуночки, и акварельки, и масло, и скульптура, и объект, и инсталляции, и все-все-все. И так это интересно. Я потом куратору Марии Линд, которая меня туда плела, говорю, а можно прочитать про всех этих художников? Там все было по-шведски, по-английски, по-моему, ничего особо не было. Это была какой-то такой... Ну, не официальная галерея, что-то такое там, артист ранен, спейс какой-то, альтернативный. А это все один художник ствол. И я так, вау! Я тоже так хочу. Я же тоже могу и так, и так, и так. Я еще крестиком вышивать и вязать. И мне очень понравилась эта идея, когда выставка одного художника состоит из всего. Что не надо вот загонять себя в какие-то рамки, да, и вот делать вот там. Это вот почему мы с Тимуром Новиком... Он же мне все вот привлекал, привлекал. Говорил, ну, Виточка, вы же прирожденная, не академистка. Я говорю, ну, Тимур Петрович, ну, не могу в рамочках, мне тесная женщина, я крупная, я туда не влажь. И вот это вот... Вот. Поэтому я подумала, что к теме вода я могу собрать то, что у меня в жизни с проводу, и, может быть, добавить что-то еще. То, что эту работу надо именно сюда, это понятно, потому что это же снято здесь, на набережной прямо. Это когда... Я здесь была первый раз 10 лет назад. Марфа была еще маленькая. Я просто ходила еще около, вот... Я не снимала какой-то проект специальный, я просто ходила и еще около. И Марфа очень красиво прыгала в воду. Там еще в углу кадра удалось перекрасить Надя на платье яркое, в черно-белое, но теперь в серенькое, в черненький горошек. Вот. И... То есть для меня вообще вопроса не было, что эту работу нужно вести сюда. Перекрасить технически цветную фотографию в черно-белую, не превратив ее в такую живопись-живопись, очень сложно. И это требует таких вот... Такой усидчивости, когда вот это уже как медитация, когда сидишь и красишь, 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 красишь. Вот. Ну, я, в принципе, готова на медитацию, но, с другой стороны, мне уже все понятно про этот проект, мне хочется уже другой, да, а тут это просто уже получается, ну, медитация, да. Ну, а времени на медитацию, особенно в городе Героя Москве, у нас, как правило, не хватает. Поэтому у меня возникла такая идея. Ваня Лунгин... Ванек Лунгин, он, значит... Сейчас проживу. Как-то у меня... небольшой фанат Кифера, как-то я была у него в гостях, смотрела альбом Кифера, и Ванек мне говорит, знаешь, у Кифера было или есть 11 ассистентов. Или 13. Ну, в общем, 10 с чем-то. И у меня вот эта мысль засела в голове, это прямо как 12 друзей ушина какие-то. Я подумала, блин, если бы у меня было 11 ассистентов, я бы уже... Ну, я не буду говорить, что я должен. Я подумала, ну, окей, может, хотя бы одного. Я позвонила своему приятелю, который работает... Ну, не работает, а который иногда. Ну, в общем, профессор из Сурка, Суриковского института. Он сказал ему, Миша, у тебя ведь там есть студенты? Может, ты мне подкинешь парочку, я им денежку буду платить. Мне вот надо просто такую техническую работу поднять. Вот. А Миша Горшинова, он такой человек, ну, такой он очень правильный, он думчивый. И он сказал, ну, сначала должен посмотреть, что нужно делать. Я думаю, ну, боже, ну, какой прекрасный профессор Горшинова. Вот мне не отправляют детей, там, своих учеников, там, непонятно куда, да, вот. Ну, в общем, приехал ко мне, мы еще тогда снимали в мастерскую на Вернадского, приехал Горшинов ко мне, посмотреть, что надо делать. Я ему рассказала, показала. Он сказал, да, мне кажется, это очень интересно, и, пожалуй, я сам этим сойдусь. А у меня, у меня же нет профессионального художественного образования, у меня на этом деле, в общем-то, пунктик, то есть у меня некий комплекс по этому поводу есть. Я говорю, Господь, с вами профессор, ну, что вы, ну, и потом у меня средств не столько-то, я же могу им платить 50 рублей в час. А он говорит, ну, ничего страшного, это не вопрос финансовый, просто мне это очень интересно. И вот стал ко мне приезжать профессор Горшинов, чтобы перекрашивать мои цветные картины в черно-белые. Причем мы с ним работали в четыре руки, потому что это же работа большая, там же вот метр восемьдесят. Ну, и мы, значит, с профессором Горшиновым, прямо вот, ну, как в детстве, да, художественной школе. Вот. Ну, то есть художественная школа у меня есть, но дальше нет. И вот мы с ним, значит, красим, красим, красим. Я ему показала, как это надо делать, потому что то, что я делаю, это нарушение всех вот этих, ну, не знаю, знаний, да, технологий чего-то. Это собственная моя разработанная технология, это какая-то смесь сухой кисти и с чем-то. Вот. И, ну, то есть вот, вот мне надо красить вот так. И красят, и начинают ворчать. Вот что это такая странная идея, зачем перекрашивать цветные фотографии в черно-белые, можно сразу напечатать черно-белые. И вот это вот все. И ты понимаешь, что профессор не понимает. Я говорю, профессор, алло, вы сейчас у меня ассистент. Красьте. Час проходит. Вот. На следующий какой-то день он приходил два раза в неделю. А работа идет невероятно медленно. То есть вот такой вот кусочек выкрашивался, ну, там, в течение двух часов, наверное. То есть для меня это вообще невозможная скорость, невозможная. У меня совершенно, у меня в скорой жизни, я как ракета. А тут вот такой вот проект, я не знаю, может, он у меня пришел для того, чтобы как-то меня затормозить или стабилизировать. На следующий раз Горшинов говорит, нет, вот, нет, вот этот вот кусок, нет, вот тут перекрати, тут надо корпус на красочку положить. Я говорю, профессор, корпус на красочку, пусть кладут ваши студенты. Мне корпус на не надо, мне надо втереть туда, чтобы затереть вот этот цветной, чтобы настало черно-бел. Но я не буду рассказывать все, что говорил профессор Горшинов, я расскажу, как на это отреагировала работа. Работа, а работа, они же живые организмы, работа стала, ну, ну, работа, она же девочка, да, а тут мужик, и умный, и он профессор, с руками, с образованием. И работа стала стесняться, и она стала под профессора работать. То есть вот мы красим, красим целый день, все вроде нормально, класс, думаю, ну, вот еще, вот еще два сеанса, и все будет готово. Просыпаюсь утром, вхожу в мастерскую, она опять сильная. Мы опять красим, красим, причем, я же не два раза в неделю, я же все остальное время крашу без профессора. Красим, 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 приходим, она опять цветная. Ну, если мы уйдем, как бы, за пределы вот этой, ну, такой домашней мистики, да, понятно, что там технологически, наверное, что-то надо было там, грунт какой-то, или еще что-то, мэйби. Но, я же дешевый мистик, да, практикующий, я сигаретку возьму, профессор Горшунов, на сне видит. И я, потому что, ну, я думаю, как, ну, почему-то у меня же получается перекрасить черно-белые в цветные, почему мне не получается наоборот? Потому что это неправильная идея, это странно. Не перекрашивают наоборот, раскрашивают. Нет, это не клуб раскрасок, наоборот. Ну, в общем, сражались мы с ней, сражались, сражались, в конце концов, вроде она стала черно-белой. У меня гигантомания, люблю большие работы, но я решила, нет, для этого проекта я, пожалуй, следующие работы буду делать поменьше, потому что вот это вот, то есть, эта работа делалась месяца, три, да, три, а потом, и маленький кусочек такой не докрасили. И профессор Горшинов уехал со студентами на этюды в Казань, на пленэр. Но, после пленэра профессор Горшинов ко мне не вернулся, студентов не дал. Идея 12 друзей Оушена, они же, 11 ассистентов Кифера, не сработала, хотя я до сих пор о ней мечтаю. Ну и из тех проектов, которые у меня уже были готовы, у меня готовый проект, такой давний, и один из любимых методов исследования орнамента, который я поставляла еще в галерее Димы Семенова, который, к сожалению, уже не с нами, надеясь, он нас там, он радуется. Этот проект возродился тоже на морском берегу, на Гавайях. И там живут такие, на Гавайях, вот те, которые там живут, люди, это, как правило, такие уже пенсионеры, которые отправились туда до живания прекрасного. Я там познакомилась с такой пожилой женщиной, бывшей синхронисткой. Ну, мы с ней, я с ней познакомилась в гольф-клубе, она там плавала в бассейне. Я заметила, что такая старушечка плавает очень профессионально, то есть она ныряет в бассейн и так чук-чук-чук-чук-чук несколько раз туда-сюда в профессиональном стиле плывет. Я думаю, что вся старушка какая? Ну, мы с ней-то потом уже, а ее муж, он младший, что-нибудь младший, я 15 лет младший, ну, то есть ей-то типа 70, а ему там, нет-нет, ей было 77, а ему было в районе 60, как-то. Он при этом, ну, такой крупненький, такой мужчинка, он так сидел, значит, у него стоял коктейльчик, газетка, он здесь подтягивал свой коктейльчик, пока Джун туда-сюда плавала, он читал свою газетку. И вот эта трогательная пара так меня заинтриговала, я с ними познакомилась, ходил к ним в гости, и Джун не рассказал такую историю, как развивалось синхронное плавание. Оказывается, оно развивалось примерно так, как наш балет. То есть сначала все это было так чинно, юбки длинные, там-та-там-та-там, потом юбки становились все короче, вид спорта, ну, то есть это плавание превращалось уже в спорт, дальше они уже стали выступать в купальниках, и стали уже делать всякие сложные элементы, но, оказывается, и в конце концов был изобретен вот этот элемент, когда они выныривают вот так вот из воды винтом. Я почему это люблю? Потому что раз, получается буква В, но я же обида, В. Вот. Вот это вот. Это было прямо так. Это как был там, не знаю, тройной тулуп в фигурном катании, да, это событие. И вокруг этого были некоторые такие маньяки, такие воюристы, которые стали ходить на эти соревнования с биноклями, это было еще до Второй мировой войны, в ожидании того, что вот сейчас они вынырнут, и они ждали, что вот они сейчас вынырнут, и они прямо с биноклями, ну, то есть это стало неприлично. То есть это не русалки, которые там в юбках под водой, а это, ух, ну, такой секс. И родители Джун, а, она была, она в Канаде этим занималась, родители Джун, она еще маленькая была, ну, как маленькая, летом 15, категорически были против этого, и, ну, то есть ее поставили перед фактом, или ты это бросаешь, или ты на мне дочь. Она выбрала, ты на мне дочь, уехала в Америку, даже стала чемпионкой какого-то там штата, не помню какого, ну, то есть она занялась анхронным правом. на Гавайях очень много сборов всех родисток проходит, там и в бассейнах, и там есть какие-то эти места. Вот, в общем, я потом как-то размышляла на эту историю, поняла, что это такая, это же такая совершенно, ты же феминист, в чистом виде феминизм, да, вот это вот, все вот бросить родителей, да, уехать заниматься спортом, выныривать вот так неприлично, да. вот она. Я стала пытаться фотографировать вот эти вот выныривания тоже. Ну, что-то я там пыталась снимать сама на каких-то сборах, потом я пошла таким, немножко более концептуальным путем. Я просто стала смотреть. Это еще был момент, как я проводила занятия со своими студентами и говорила им, что арт-проект сделать можно на голом месте, не выходя из дома. Ну, чуть ли не на спор. И я просто смотрела по телевизору соревнования синхронистов, ну, просто с камерой. И как только они выныривали, просто снимала это с экрана. И я наколлекционировала некоторое количество кадров. И потом, ну, естественно, они были не очень хорошего качества, да, то есть для того, чтобы это выставлять, и как-то, ну, хорошо, показал студентам, что можно сделать арт-проект, не выходя из дома. Окей, но это же все-таки еще не арт-проект. Дальше я их решила, ну, я же рисовать не умею, же мне раскрашивать. Вот. И я решила их печатать на акварельной бумаге, потому что, опять же, аква и вода. Ну, а вода, она же не может не быть для меня важна, потому что вода – это общеизвестный символ женского начала, и женщина не может не работать с водой. Я не могу, конечно, так огульно утверждать, но мне кажется, что у любой женщины, художника, наверное, кажется, у них право да найдется. Ну, может, это и… Ну, окей. Может, и не найдется. Ну, вот. В общем, я решила это печатать на акварельной бумаге и раскрачивать это акварелью. но при этом вот сами сами ноги, да, то есть тело, вот эта телесность остается все-таки фотографической, то есть такой… То есть ноги я не крашу. Я крашу только воду вокруг вот этих ног. В общем, у меня набралось достаточное количество всяких вот этих интересных выныриваний. Их напечатала довольно большого размера, расписала акварелью. У меня еще есть графическая серия с этой историей, которая тоже… Ну, это просто тушь-перо, графика, но в качестве основы это не просто бумага, а это… Когда-то, в 93-м году, я была в арт-резиденции в Амстердаме и у нас тогда еще не было вот этих вот всех… Это сейчас у нас эти наши арт-соплай-шопс, у нас там больше всего всяких красок продается, чем в Нью-Йорке, потому что у нас со всего мира туда собирается. А тогда у нас было, ну, вот наш магазин, да, там краски Денинградского завода, там, т-т-т, бумага для акварели такая. Когда я зашла в Амстердаме в магазин вот этот для художников, у меня вот так… А денег, естественно, было, потому что стипендия была не очень большая, плюс я еще на эту стипендию умудрилась еще дочь с собой продащить. И, в общем-то, зайти в этот магазин и купить все было невозможно, поэтому нам было выбирать. Я ходила, выбирала, я ходила в магазин несколько дней, ну, в смысле, несколько дней, мы там были три месяца в резиденции. Я вот все время туда заходила и в конце концов поняла, что вот без этого я точно не могу идти. Я купила набор бумаги такой, типа карты с такими разводами. Ну, немножко как бы мраморная, ну, не мраморная, скорее вот какая-то вот вода в нескольких оттенках – розовый, голубой и серый. И она у меня долежала до 2009 года, потому что купить я ее купила, и вот, а что делать с ней, не понимала. Ну, то есть я понимала вот тот момент, что мне ее надо купить, я ее купила. это была такая покупка, ну, то есть нормальные люди в советское время такие покупки не делали, на эти деньги можно было там, ну, месяц прожить на помередлении границ. Вот. И, в общем, эта бумага лежала, лежала, и в конце концов я поняла, что так вот же, вот, вот, вот. Я еще делала графику с этими работами для проекта киевского галериста моего любимого и большого друга Жени Карася. У него есть такой проект, называется «Художники рисуют. Шариковая ручка А4». И я делала это шариковой ручкой. И вот, когда я делала это шариковой ручкой, я поняла, что вот все хорошо, все нормально, рука у меня достаточно твердая, но белая бумага мне как-то вот и тут я вспомнила, «О, вау, у меня же есть эта калечка». И вот я достала эту калечку, такую ряду разложила шариковой ручкой по такой калечке. Ну, тут же перо. Ну вот, и, значит, они оформлены, это, кстати, не моя идея, это Саша Петрили галерея пальто, когда он выставлял эти работы, параллельно с моей выставки в ММС, он сделал выставку у себя в галерее пальто, и он вставил вот эти наказательные, тушь-перо работы в такие плексигласовые формальчики, и в результате их можно вешать на просвет, что дало им еще уже, какой-то еще уже, такой, какой-то еще третий слой. Вот. И я в галерее планирую тоже подвесить на ниточках, чтобы они висели, ну вот, как будто они в воде плавают, да, то есть человек входит, вот в эту, то есть вот галерея, она на берегу моря, вот там море, вот это набережная, люди проходят, видят эту набережную, заходят в галерею, там как раз девочка, которая прыгает в воду именно с этой же набережной, да, у человека уже начинается, как-то, мне кажется, что, ну у меня бы точно что-нибудь в сознании бы случилось, как это, это же как моментальная реакция, да, не успел подумать, а ну вот она, то есть идешь по набережной, думаешь, вау, какая могла бы быть корзина, раз, заходишь в галерею, а она уже есть. И, а тут еще висят вот эти, ну вот эти вот синхронистки, да, с вот этими вот, ну, конечно, в этом усматривается эротический подтекст или контекст, или что-то там, в этом видит очень много эротики, ну, возможно, она там есть, скорее всего, она там есть, но это было не главное, я не про это, я про другое, это, это, это про победу, это про, то есть вот Марфочка, которая прыгает в воду, это вот, значит, это вход туда, а эти, они уже как бы оттуда, да, то есть, это такой цикл, да, то есть ты занырнул и вынырнул, то есть ты не утонул, да, то есть ты, ты же можешь нырнуть и утонуть, они никогда не вынырнут, а тут ты нырнул и вынырнул другим, ну, как крошечка-хаврошечка, крошечка-хаврошечка, это же вот жизненный цикл, да, раз, прошла, сквозь это ушко, вышла другим человеком, и вода, и вода, это же тоже естественно, ну, вода очищает, омывает, да, есть куча всяких магических практик, мистических практик, просто тупо гигиенических практик, этот советский, эта история, в детстве очень любила слушать, моя бабушка всегда делала в один институт утра производственную гимнастику, она выгоняла меня, она жила в частном доме, нужно было выйти из дома обязательно, потому что бабушка делала гимнастику, а войти можно было только, когда она закончится, в это время нельзя было играть, ничего нужно было находить, нельзя было мешать бабушке, и вот когда я слышала фразу, не помню, какой диктор это говорил, он какой-то известный, кто-то начитывал, когда я слышала фразу, а теперь переходим к водным процедурам, это началось, вау, все, ура, свобода, а теперь переходим, все, можно вернуться в дом, играть игрушками, там, не знаю, есть варенье, которое я сварила бабушке, то есть, водные процедуры, это что-то такое волшебное, что-то такое волшебное,